Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы да и всего мира от фашистского порабощения. 20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда. Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Вторая мировая война в Европе закончилась в мае 1945 года, но на Дальнем Востоке война все еще продолжалась. Как известно, в феврале на конференции в Ялте участники Большой Тройки подписали секретные соглашения, по которому Советский Союз взял обязательство вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после окончания военных действий в Европе. И Советский Союз сдержал слово. 8 августа Москва объявила войну Японии. За короткий срок советские войска разгромили мощную японскую Квантунскую армию. 2 сентября Япония официально капитулировала. Советский Союз вернул себе Курилы и Южный Сахалин, отторгнутые после русско-японской войны 1904-1905 годов. Это было последнее сражение Второй мировой войны. Наш фильм «Последние сражения войны». Летом 1942 года немецким танкам оставалось менее часа хода до Сталинграда. «Кажется, еще одно усилие, еще 2-3 дня, и русский колосс рухнет». Фашисты не скрывали радость и явно стремились произвести впечатление на генерала Осиму, японского посла в Берлине. Гитлер хотел немедленно втянуть японцев в войну. Ведь так много объединяло нацистскую Германию и милитаристскую Японию. В обеих странах в начале 30-х годов зазвучали барабаны войны. Не правда ли похоже? Для правителей обеих стран было, видимо, не то священное в этих веснующихся толпах, в этих марширующих живых автоматах. Германия и Япония, две высокоразвитые индустриальные страны, срочно вооружались. Вот так встречали тогда высокопоставленного гостя из Японии. 27 сентября 1940 года Япония официально присоединилась к странам Оси. Гитлер, Тодзио, Муссолини. Теперь тройственная ось Берлин-Токио-Рим протянулась из Европы в Азию. Успел ли мальчик, которому дарит каску Геринг, повоевать, выпустить хотя бы одну пулю в американца, англичанина в русского? Дай бог, чтобы не успел. А эти маленькие японцы, ведь это их братья будут бомбить Пирл-Харбор и бросать гранаты в советских солдат в Маньчжурии. В Советском Союзе с тревогой следили, как укреплялся в Японии дух экспансии и агрессии. Чашечка сладкой рисовой водки и камикадзе пойдут в бой, на смерть, без оглядки. В 1931 году японские войска захватили Северный Китай. Они создали тут марионеточное государство Маньчжуго. Военные специалисты в таких случаях говорят, удобный плацдарм для нападения. Мощная армия была стянута непосредственно к границе с Советским Союзом. В 1938 году пограничный конфликт в районе озера Хасан. Он закончился, как известно, поражением японцев. На следующий год на Халхинголе японцы решили устроить куда более серьезную проверку боя. Советскими войсками командовал Комкор Жуков. Вместе с бойцами Красной Армии сражались воины монгольской народной армии. Жуков преподал агрессору хороший урок в скоротечных и жестоких боях. И японцам право было над чем задуматься, когда они вывозили труп из поля боя. Не эта ли картина каждый раз вставала потом у них перед глазами, когда Гитлер требовал от Токио немедленного вступления в войну с Россией? На границе стало тихо. Но Советскому Союзу пришлось увеличить численность своих войск на войне. Квантунская армия, нависавшая над советско-японской границей, была грозной силой. Где собирались воевать эти японские лыжники? Войска, специально обученные для действий в условиях жестоких морозов, зимы и снегов. Они собирались вот так, по бедным маршам, пройти до Байкала и Урала. Самолеты эти нацелены на города Сибири и советского Дальнего Востока. А если бы планы Гитлера удались, танки эти пошли бы навстречу немецким армадам вплоть до Уральских гор. У японцев был самый мощный после американского флот на Тихом океане. И они рассчитывали свободно хозяйничать в морях вблизи советских берегов. Эти войска располагались в пяти двадцати километрах от советско-японской границы. В Кантунской армии проходили стажировку видные японские генералы. Будущий премьер-министр Японии Тодзё. Умедзу, подписавший потом акт о капитуляции Японии. А пока в японских штабах планировали наступательные операции в районах советского Приморья и Сибири. В сентябре 1939 года гитлеровцы развязали мировую войну в Европе. Усилия дипломатии Москвы были тогда направлены на то, чтобы постараться в создавшихся условиях обезопасить себя с востока. В апреле 1941 года в Москву прибыл министр иностранных дел Японии Мацуок. Советский Союз предложил Японии пакт о нейтралитете. Происходит процедура подписания. Ни Сталин, ни Мацуока не питали иллюзией насчет будущих действий Гитлера в отношении Советского Союза. Мацуока был знаком с точной датой захвата немцами Москвы. Советские руководители Сталин в тот день был необычайно предупредителем. После традиционного бокала шампанского он даже лично поехал проводить Мацуоку на вокзал. Никогда прежде такого не случалось. Но отношения между странами не стали дружественными. Еще не высохли чернила, а уже начались, как выражаются дипломаты, недоразумения. В районе Курильских островов японцы стали задерживать и даже топить советские транспорты. Японский флот блокировал проливы, по которым советские транспорты входили в Тихий океан к союзникам. Японцы включили в состав антисоветской оси свое марионеточное государство Маньчжоу-Го. Обратите внимание, уже четыре флага. Они поощряли антисоветские демонстрации в Маньчжурии, в которых принимали участие бежавшие из России офицеры последнего царя Николая Романова. В школах японцы проповедовали идеи экспансии, шовинизма, расширения империи. Они видели границы распространения японского духа где-то до Урала. Затем Маньчжурия, Китай, Индостанский полуостров, Индокитай, Индонезия, на юге до Австралии. 7 ноября 1941 года. На Красной площади военный парад. Солдаты шли отсюда прямо на фронт. Не оставляя планов напасть на Россию, японцы решили ударить в южном направлении. Месяц спустя, 7 декабря, Пирл-Харбор. Эту хронику с горечью и гневом смотрели тогда советские люди. Сталин послал президенту Рузвельту письмо, в котором он пожелал Америке скорейшей победы. Я обращаюсь к Конгрессу с заявлением о том, что в результате провокационного и вероломного нападения Японии в воскресенье 7 декабря 1941 года Соединенные Штаты Америки и Японская империя находятся в состоянии войны. Итак, Соединенные Штаты Америки стали воюющей державой. А список японских захватов напоминал учебник географии. Гонконг, Малайя, Сингапур, Бирма, Индонезия, Филиппины, Новая Британия, Соломоново острова, Новая Гвинея, Гуам, острова Микронезии. 150 миллионов человек оказались под японским игом. И сотням тысяч голландцев, австралийцев, французов, англичан, американцев суждено было долгих 4 года провести в лагерях военнопленных. Они убедились на своей судьбе, что несут миру фашизм и милитаризм, бредовые идеи превосходства сверхлюдей. Музыка Музыка Вот что говорил тогда японский премьер-министр генерал Тодзио. Мы одерживаем успехи, но в той великой войне, которую мы ведем, нам необходимо захватить важные стратегические пункты в Азии, поставить под контроль природные ресурсы на Востоке. Мы должны усилить наш военный потенциал и успешно развивать сотрудничество с Германией и Италией. Музыка На захваченных территориях японцы устанавливали свой новый порядок. Музыка Та же идеология, те же методы, что и у нацистов. Пытки, убийства. Музыка Переполненные тюрьмы, пустые классы. Музыка Новый порядок во всем. От застенков до домов терпимости. С огромных территорий, захваченных в Китае, японцы свозили людей сюда, в Маньчжурию, к границе с Советским Союзом. После разгрома нацистов под Сталинградом, в Токио стали уже по-иному смотреть на перспективы окончания войны. В Маньчжурии работала военная промышленность, без которой Япония не могла бы продолжать войну, и именно поэтому здесь стали строить мощные укрепления. Новым командующим Квантунской армии стал опытный... К августу 1945 года численность Квантунской армии превышала миллион человек. По окончании войны в Европе Главы трех союзных держав провели свою последнюю встречу в Подздаме. Общий враг Гитлер был повержен. К этому времени американские вооруженные силы и их союзники по существу разгромили японский флот и авиацию и подошли к островам собственной Японии. Но у Японии оставалась еще многомиллионная сухопутная армия. Еще в Ялте Сталин обещал через два-три месяца после окончания военных действий в Европе вступить в войну с Японией. И сейчас его заботило это бывшее тогда секретным обязательство перед союзниками. Из Европы эшелоны отправлялись в далекий путь на восток, к родню. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Они ехали через огромную, раскинувшуюся на два континента страну – Россию. Они ехали мимо родных мест, а там их заждались. Советские солдаты не получали отпусков все долгих четыре года войны. Эшелоны шли в обстановке полной секретности. Ни жене, ни невесте, ни матери нельзя было послать весточку – выходи, встречай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На Дальний Восток все шли и шли эшелоны с войсками, танками, орудиями. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Приступили к своим обязанностям командующие фронтами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы сохранить в секрете масштаб и цели операций, Верховный Главнокомандующий подписывает им удостоверение на вымышленные имена и более низкие звания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так маршал Советского Союза Василевский стал генералом Васильевым. Такие же документы получили тогда маршалы Советского Союза Мерецков и маршал Советского Союза Малиновский. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА План операции был составлен таким образом, чтобы в кратчайший срок тремя быстрыми, молниеносными и сокрушительными ударами расчленить и окружить в Маньчжурии группировки Квантунской армии и не дать им возможности планомерно отступить к глубинным районам Китая и Кореи. Главное командование советских войск на Дальнем Востоке возглавил маршал Александр Василевский. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Начало наступления было назначено на ночь 9 августа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Василевский позвонил из щиты в Москву. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дежурный ответил, генералиссимус смотрит кино. Сталин был настолько уверен в успехе предстоящего наступления, что мог позволить себе еще раз посмотреть подаренную ему Рузвельтом ленту «Сестра его дворецка». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сразу же после капитуляции Германии советское командование начало переброску огромного числа войск и боевой техники на расстоянии более 12 тысяч километров. 8 августа Советский Союз объявил войну Японии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 1-й дальневосточный фронт, командующий маршал Советского Союза Мерецков. Труднейшие испытания выпали здесь на долю советских войск. Непроходимая тайга. Бездорожье. И, наконец, отчаянные сопротивления японцев в укрепленных районах. Японцы дрались с фанатизмом истинных самураев. В мощный кулак была собрана артиллерия. Теперь японцы познали на себе силу реактивных минометов с нежным девичьим именем «Катюша». Да, в небе господствовала советская авиация. Перевес в силе и технике был тоже на стороне советской армии. Но война тут вовсе не была прогулкой. И в плен здесь сдавались только после отчаянного сопротивления. Прорвав полосу приграничных укреплений, советские войска двинулись дальше, чтобы окружить опорный пункт японской обороны, город Мудадзян. Войсками 2-го Дальневосточного фронта командовал генерал Пуркаев. Другой фронт, иная география. На том берегу Амура японцы. Вперед. Только вперед. Японцы отступали. Уходя, они взрывали мосты. Немногие мосты через большие реки. После ливневых дождей район наступления войск генерала Пуркаева превратился в гигантское болото. Война это прежде всего солдатский труд. Бесконечный, невыносимо тяжкий. Уже и запас проклятий израсходован. И мотор доджа бессилен. Солдатам хотелось скорее закончить войну. Вперед. Темп наступления составлял до 50 километров в сутки. А порой и больше. Приходилось на кораблях перебрасывать пехоту и технику. Амурская военная флотилия действовала в непосредственном контакте с сухопутными силами. Третий советский фронт, Забайкальский, возглавил маршал Малиновский. Тут уж замысел командования мог показаться вообще фантастическим. Ведь на пути лежал угрюмый и неприступный хребет Большой Хинган. Если удастся преодолеть каменную гряду, перетянуть технику и выйти на равнину, успех обеспечен. Единственную неширокую дорогу в горах, тропу караванов, отдали танкам. Пушки и снаряжение по бездорожью на себе. Казалось, что после изнурительного подъема будет легче. Нет, спуск с гребня Хингана был еще труднее, чем подъем. Но уже на третьи сутки, как снег на голову, передовые отряды буквально свалились на японцев. Части Квантунской армии и тут оказывали яростные сопротивления. В горах шли бои. Но советские танки уже вырвались на равнины Манчжурии. Красный Казак. Так называли генерала-кавалериста Ису Плиева. Героя дерзких рейдов по немецким тылам. Сейчас Плиеву доверена особая миссия. Вместе с маршалом Монголии Чойбалсаном он возглавил смешанную советско-монгольскую конно-механизированную группу. Они шли вместе, русские и монголы. По пескам Гоби, пустыни смерти. В эту проклятую богом окраину мира приходилось тащить на себе не только оружие и боеприпас. Пришло снести продовольствие и воистину неприкосновенный запас воду. Воду для 60 тысяч солдат, для коней, пулеметов, моторов. В пути их догоняли новости. Хотя император Хирохито отдал приказ о капитуляции, сопротивление японских войск тут, в Маньчжурии, продолжалось. Вот почему в Москве официально разъясняли. Вооруженные силы Советского Союза будут продолжать свои наступательные операции вплоть до фактического прекращения военных действий. Фронты шли навстречу друг другу. Уже к исходу шестых суток части Квантунской армии были расчленены. Танкам, тяжелым танкам советских армий, порой приходилось двигаться только так. По железнодорожной колее на высокой насыпи. Но каждый час приближал к победе к миру. В середине августа японцы провели перегруппировку сил. Они по-прежнему были полны решимости драться. Против советских танков были применены. Живые мины. Нет, войну здесь никак нельзя было назвать прогулкой. Одновременно с наступлением на суши советские войска наносили удары на Южном Сахалине и Курильских островах. Подходили к островам скрытно. Ночью. Бои здесь отличались особым упорством и затянулись на три недели. Здесь, на островах, японцам удавалось вводить в бой даже танки. Советский флот блокировал порты Кореи. Важно было не дать Квантунской армии отступить, а отрезать ей пути отхода на японские острова. Морские десанты высаживались прямо на пирсе. Каждый метр улицы, каждый выстрел и каждая смерть в бою приближали час победы. Для захвата японских тыловых аэродромов формировались специальные отряды, отбирались опытные летчики. Истребители прикрывали десанты. Они прижимали японских летчиков к земле, не давая им взлететь. Тяжелые транспортные машины дерзко, внезапно приземлялись прямо на летном поле. Охрана аэродромов не успевала даже сообщить о налете. Японские самолеты так и не поднялись в воздух. Но летчики-самураи и тут не хотели примириться с мыслью о плене. Двойной воздушный харакири. Самоубийство на глазах советских десантников. На захваченном аэродроме приземлился японский пассажирский самолет. Летчик слишком поздно понял свою ошибку. Советские десантники не дают ему подняться в воздух. Сейчас откроется дверь, и вы увидите, что среди пассажиров никто иной, как император марионеточного государства Манчжоу-го Генри Пу-и. Начальники гарнизонов, командиры полку вынуждены были капитулировать. Война близилась к концу. Это была уже агония. Приходилось буквально выкуривать из домов последних снайперов-смертников. КОНЕЦ 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 На борту линкора Миссури был подписан акт о капитуляции Японии. Под документом поставили свои подписи представители союзных держав Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Советского Союза. Советские воины открыли двери концлагерей, в которых содержались военнопленные союзных армий. Солдату пора домой. Американцу, англичанину, русскому. Они не понимали язык друг друга, но в эти счастливые мгновения их объединяла общая радость победы и общая ненависть к войне. Солдату пора домой. Здесь, далеко от родины, сложили головы его товарищи. Солдату пора домой. Память о доме всегда со мной. Куда бы меня ни забросила судьба, Все мои дороги ведут домой. Поется в этой песне. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Солдату пора домой, к полю, к работе, к своему очагу, к своим близким. Он прошел через муки и ад, и сколько еще лет по ночам им будет слышаться эхо последних сражений Второй мировой войны. КОНЕЦ Наш следующий неизвестный солдат. Во Второй мировой войне погибло свыше 50 миллионов человек, в том числе 20 миллионов советских граждан. О великой победе над фашизмом, о памяти поколений, о том, как дорог мир советскому народу, говорит в последнем фильме Роман Кармен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова